Всем привет! Перед просмотром, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. 18 февраля, ровно через месяц после своего 72-летия, скончался Борис Георгиевич Невзоров, советский, российский актер театра и кино, режиссер, педагог. О смерти народного артиста России, сообщил коллега Невзорова Борис Коперин. Причиной смерти актера стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминское Краснодарского края в семье партийного работника. Детство и юность провел в Астрахани, в 1967-1968 годах был актером астраханского тюза. В 1968 поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где проучился два курса. В 1975 окончил школу-студию МХАТ. Далее был в труппе Московского Нового драматического театра, актером театра имени Масовета, затем вернулся в Московский Новый драматический театр. Работал на ЦКДУФ имени Горького в Московском драматическом театре имени Станиславского. С 2005 года актер Малого театра, преподавал в ГИТИСе. На экранах в 70-х. Блюхер в Маршале революции, Евхим из Людей на болоте, Россия молодая, Русь изначальная, Каменская, Дальнобойщики, Даша Васильева, Майор, Дурак. Одной из последних ролей Невзорова стал образ Сергея Гаврютина, прежнего министра, в многосерийной сатирической комедии Волобуева «Последний министр». 9 февраля в Иоханнесбурге скончалась южноафриканская актриса, телеведущая, журналистка и писательница Намакула Кули Робертс. Об этом сообщают национальные СМИ, со ссылкой на окружение телезвезды. Обстоятельства и причины не обозначены, но один из друзей артистки отметил в комментарии, что в последнее время Кули были какая-то вялые. Робертс умерла в среду через некоторое время, после того как опубликовала вечером свой последний твит. Намакула родилась 16 декабря 1972 года в ЮАР. Работала в глянцевых журналах, вела телешоу, песочащие слухи и сплетни о знаменитостях, написала роман «Сирена», играла в сериалах и фильмах. В том числе, в прошлогодней драмедии Netflix «Анджелина», героине которой узнав, что смертельно больна, отправляется в кругосветное путешествие на пасашок. Умер советский и российский актер театра и кино Геннадий Митрофанов. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих. Заслуженный артист России скончался в возрасте 81 года. Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в поселке Порт-Ильича в Азербайджане. В два года он потерял слух после простуды. До начала творческой карьеры Митрофанов занимался спортивной гимнастикой, входил в сборную Украины среди глухих. Позже он переехал в Москву, где поступил в театральную студию при Всероссийском обществе глухих. Митрофанов известен широкой публике по ролям в таких фильмах и сериалах, как Борис Годунов Сергея Бондарчука, Сволочи, Ленинград, Ноябрь, Анна Карамазов и Черт с ними, Человек-К, Человек-Амфибия, Морской дьявол и другим. В 1994 году актер получил звание Заслуженный артист Российской Федерации. 10 февраля на 44 году жизни скончался российский актер кино и ТВ Виталий Лобанов, зарекомендовавший себя эпизодическими ролями в десятках фильмов и сериалов. Информация о смерти артиста появилась на портале Кинотеатр. Ру Виталий Лобанов родился 17 сентября 1978 года в Коряжме, Архангельская область. Сниматься начал в 2015-м «Аперкот для Гитлера», «Крылья империи», «Тайны следствия», «Троцкий», «Ученица Мессинга», «Хождение по мукам», «Невский», «Ментовские войны», «Спасти Ленинград», «Шторм», другие. Одно из последних появлений Виталия на экранах – брутальный вампирский хоррор в формате альтернативной истории Карамара. Российская актриса театра и кино Евгения Брик умерла после болезни на 41-м году жизни. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказала журналистка Катерина Гордеева. Диагноз актрисы пока не раскрывается. Брик скончалась 11 февраля в США. По словам Гордеевой, она не хотела, чтобы кто-то знал о ее заболевании. «Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала она в соцсети. Представительница актрисы Елена Брагина подтвердила ее смерть, отметив, что Брик умерла не из-за коронавируса. Причину смерти Брагина не назвала, объяснив, что не знает подробностей. Источник ТАСС сообщил, что актриса проходила лечение в Лос-Анджелесе. У артистки осталась 12-летняя дочь. Евгения Брик вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского, сына народного артиста РСФСР и номинанта на премию Оскар Петра Тодоровского. В 2006 году, в 2008 семья переехала в Лос-Анджелес. Там год спустя, в сентябре 2009, у них родилась дочь Зоя. В 2014 году Брик дала интервью журналу Хэлло, в котором рассказала, что Лос-Анджелес хорошее место для того, чтобы растить ребенка. Она заявила, что в Москву приезжает только на съемки. Брик снялась в нескольких десятках российских фильмов и сериалов. Актриса известна по таким фильмам, как «Географ Глобус пропил», «Елки-1914», «Стеляги» и «Северное сияние». В «Стелягах», мюзикле 2008 года, поставленного Тодоровским, она исполнила роль комсомолки Кати, за которую получила приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года». Также благодаря стелягам актриса удостоилась номинации на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана. В драме «Географ Глобус пропил» она сыграла учительницу, немецкого Киру Валерьевну. Режиссер фильма Александр Велединский признался, что был шокирован новостью о смерти Брик. «Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить. Извините», — сказал он. Помимо этого, Евгения Брик снялась в фильмах «Пятница», «Темный мир», «Равновесие», «Любовницы», «ССД» и «Одесса», а также в сериалах «Марш турецкого», «Матрешки», «Отепель», «Адаптация» и «Оптимисты». Помимо работы в кино, она играла в театре «Современник». В возрасте 52 лет скончался российский шансонье Юрий Филь. Об этом сообщил в Инстаграм Александр Левшин, радиоведущий, солист рецитала и создатель легендарного подпольного советского проекта «Здоровье». Не стало Юрия Филя. Юрий умел вести концерты, умел держать публику. Профессионал. Сегодня это большая редкость. Автор-исполнитель, творческий человек. Много вместе концертов прошли, городов, даже стран. Были с концертами в горячих точках, пишет музыкант. Фили госпитализировали утром 2 февраля в больницу подмосковной Ивантеевки с диагнозом «Инсульт», у артиста парализовало правую сторону тела. Юрий Филь родился в 1969 году в семье врачей на Целине. Когда ребенку было 2 года, семья переехала в Тернопольскую область. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. После 8 класса поступает в ПТУ, где играл на клавишных в группе «Импульс». Отслужив в армии, переехал в Краматорск, оттуда, на крайний север, в город Ноябрьск. Далее, Москва. В 2006 году композиция «Филя ломай себя сам» попадает на конкурс Андрея Макаревича и радио шансон «День открытых дверей», став лучшей песней недели, потом месяца.